здравствуйте уважаемые студенты сегодня мы с вами заканчиваем цикл знакомства с основными алгоритмами решения задач именно в области расчетного блока то есть это расчетные задачи сопряженные с химическими формулами и уравнениями предыдущие лекции были направлены и нацелены на отработку основных типовых алгоритмов сегодня мы с вами рассматриваем алгоритм решения задачи именно такого формата нахождение количество массы или объема одного вещества по известным обратите внимание во множественном числе количеством объемом или массам других веществ и так знакомимся с алгоритмом на примере решения задачи задача звучит так какая масса нитрата натрия получится при взаимодействии 50 грамм гидроксида натрия семью 10 граммами азотной кислоты переходим в графический режим редактор и составляем дано этой задачки известны сразу массы двух вещах вступивших в это взаимодействие это масса гидроксида натрия 50 грамм и масса азотные кислоты 70 грамм будем искать и находить массу нитрата натрия для этой цели необходимо составить уравнение химической реакции чтобы понять что здесь происходит и так натрий о аж плюс азотная кислота ашина 3 образуется нитрат натрия на 3 и выделиться вода протекает реакция обмена обязательно удостоверитесь том нужны ли коэффициенты в этом процессе если бы они понадобились мы бы обязательно на этом моменте задержались и расставили коэффициенты в нужные места в данном уравнении химической реакции не требуются коэффициенты поскольку здесь участниками процесса является одного лентный металл и соответственно атом водорода который обладает этой же валентностью реакция нейтрализации именно так называется эта реакция химии которая протекает между сильным основанием и сильной кислотой следующий шаг все что известно по условию задачи надписываем над уравнением реакции известно много что дается масса гидроксида натрия 50 грамм масса азотной кислоты 70 грамм а найти мы хотим массу нитрата натрия и вот тут возникает дилемма по какой пропорции мы можем с вами провести данный расчет их же здесь в общем то может быть сформировано две одна пропорция через гидроксид натрия 2 пропорция через азотную кислоту и если мы на этом этапе совершим ошибку и выберем не то вещество то естественно результат будет неудовлетворительным значит мы должны с вами понять на какое вещество можно ориентироваться по какому веществу необходимо вести расчет сделать это не трудно для этой цели проведем расчеты по химическим формулам для начала определяемся с мольным фактором который необходимо рассчитать для каждого из двух представленных веществ мольный фактор обозначается буковкой n вот с таким индексом f это есть отношение массы к малярной массе подставляю значение масса вещества гидроксида натрия 50 грамм малярная масса давайте посчитаем усно натрий 23 кислород 16 водород 1 в совокупности получается 40 40 грамм поделенная на моль далее производим расчет 50 разделить на 40 получается 1,25 моль пока мы с вами не знаем сколько это много или мало мы определили количество вещества только первого участника данного процесса переходим ко второму азотная кислота мольный фактор рассчитываем для нее 70 грамм делим на малярную массу азотной кислоты она составляет 63 грамм поделенная на моль далее подключаем калькулятор и проводим расчет 70 разделить на 63 1,11 моль можно взять в округлении как только вы получили данные значения вы имеете возможность сопоставить сравнить их между собой в чем заключается смысл этого сравнения то вещество которое находится в меньшем мольном количестве значит она полностью провзаимодействовала в этом процессе она полностью была израсходована а вот то вещество которое было взято чуть больше она находится в избытке и соответственно еще останется после проведения данного взаимодействия короче говоря вещества взаимодействуют между собой в эквимолярных количествах то есть если затратилось 1,11 моль азотной кислоты то ровно это же количество натрию аж было израсходовано а значит у нас еще осталось некоторое количество данного вещества сделаем для себя пометочку аж внутри находится в недостатке а вот натрию аж находится в избытке ну сделайте для себя пометку что по избытку расчет проводить просто нельзя как можно вести расчет по тому веществу которое еще осталось после прохождения химической реакции значит расчет всегда ведут по недостатку как-нибудь для себя отметьте этот момент далее как только вы определились с участниками вашей будущей пропорции вы можете вернуться формат обычного рассуждения рассуждения по химическому уравнению то есть мы проводим расчеты по химическим формулам возвращаемся к азотной кислоте сделаем это последовательно и уже в устном режиме количество вещества азотной кислоты в соответствии с коэффициентом 1 моль малярная масса азотной кислоты 63 грамм поделенная на моль а значит масса одного моль вещества составляет 63 единицы я подправлю немножко и запишу 63 грамма выделяю для нитрата натрия проводим здесь расчет натрий 23 азот 14 кислород 48 все вместе 85 85 грамм поделенная на молю умножаю на 1 моль а именно это количество мы определяем по изменению реакции получаем 85 грамм и вновь мы сделали все для того чтобы появилась пропорция и проводим соответствующий расчет и так масса нитрата натрия натрий и внутри будет равна 70 грамм умножаем на 85 и и делим на 63 еще раз 70 на 85 и на 63 94 целых и четыре десятых грамма можно округлить до десятых долей 94 и 4 десятых граммов готово ну что ж сделаем для себя небольшой вывод если перед вами задача на избыток и недостаток она именно так и будет называться нами с вами далее то в этом случае необходимо обязательно определиться с тем какое вещество находится в избытке а какой в недостатке и расчет всегда вести по недостатку и так следующая категория задач эта задача на нахождение выхода продукта для этой цели нам необходимо будет с вами сначала определиться с тем что в химии называют выходом продукта затем посмотреть на типовую задачу и соответственно решить ее ознакомимся с условием задачи при пропускании 2 и 8 литра сероводорода при нормальных условиях через избыток раствора сульфата меди двухвалентной образовался осадок нам даже не говорят какой-то осадок но указывают его массу 11,4 грамма определите выход продукта этой химической реакции и вновь все нацелено на то чтобы мы вообще-то составили уравнение химической реакции определились для себя с тем что образуется и только лишь потом начали отвечать на поставленные вопросы переходим к графическому редактору и справляемся с решением этой задачки для начала формируем дано в соответствии с условием все что мы можем себе записать это объем сероводорода который был участником данного процесса 2 и 8 литра что касается массы осадка нам известно что она составляет 11,4 грамма какой осадок пока даже не стремитесь записать если сразу не видите формулу этого вещества ну и выход продукта в химии обозначают вот такой греческой буковкой которая носит название это предлагаю именно с него с этого показателя и начать выход продукта будет равен отношению массы фактически полученного продукта обозначают mf к теоретической массе и умножают на сто процентов значит то что мы получили по условию задачи это есть масса фактическая то есть кто-то когда-то провел такой эксперимент и получил уже конкретный результат мы же должны поставить под вопрос под сомнение этот результат и провести теоретический расчет чтобы сопоставиться с тем а сколько должно было бы вообще-то получится этого осадка а значит вновь мы с вами нацеливаемся на составление уравнение химических реакций прописываем есть сероводород h2s который пропустили через раствор сульфата меди двухвалентной coprum со4 в результате реакции обмена образовался осадок если вы на вот этом первоначальном этапе затрудняетесь с определением того кто является осадком то записывайте просто оба вещества затем соотносить эти вещества по таблице растворимости добывайте информацию о том кто из них растворим а кто напротив не растворим образуется по реакции обмена серная кислота h2s о4 и выпадает осадок сульфида меди coprum с внимательно посмотрели на предмет расставления коэффициентов удостоверились в том что этого не требуется а значит можно сразу приступить к оформлению данного уравнения по условию задачи нам точно известно что в реакцию вступила 2,8 литра сероводорода это факт неоспоримый я могу сразу им воспользоваться и так сероводород 2 и 8 литра ставим перед собой задачу над нахождением массы выпавшего осадка то есть coprum s мы хотим найти теоретическое значение данной величины а далее производим расчеты по химическим формулам сероводород известен показатель его объем значит все расчеты будут вестись по объему количество вещества сероводорода 1 моль обращаю внимание на коэффициент малярный объем вы помните это константа 22,4 литр поделенная на моль что касается объема 1 моль сероводорода то он и будет составлять 22,4 литра выделяем этот показатель переходим к осадку coprum s количество вещества соответственно 1 моль молярная масса этого вещества ну давайте посчитаем медь 29 порядковый номер в таблице менделеева относительно атомная масса приблизительно 64 плюс для серы это 32 64 плюс 32 получается 96 грамм поделенная на моль а значит масса 1 моля этого вещества будет составлять 96 грамм пропорция составлена выделите ее для себя и найдите нужный показатель мы находим массу теоретическую для coprum s она будет равна 2,8 умножаю на 96 и делю на 22 и 4 так считаем 2 и 8 на 96 и на 22 и 4 12 грамм должно было бы получиться а что наблюдаем мы по условию задачи верну вас в него по условию задачи сказали что масса осадка составляет 11,4 грамма а значит самое время найти выход этого продукта конкретизируем мы ищем выход продукта сульфида меди он находится по отношению массы фактической вещества 11,4 к массе теоретической то есть 12 и умножаем на 100 считаем 11,4 делим на 12 получается 95 процентов возвращаемся и прописываем таким образом мы с вами нашли определили сейчас выход данного продукта это еще один из вариантов постановки вопросов при решении химических задач переходим к еще одной возможной ситуации это задачи с использованием примесей они так и называются задачи на примеси вариантов постановки вопросов здесь бесчисленное множество но в практически все они будут находиться вокруг одной и той же ситуации посмотрим на примере этой задачки и так задачкой номер три при прокаливании 400 грамм натриевой селитры получили 33,6 литра кислорода просят чтобы мы определили массовую долю примесей в составе этой натриевой селитры натриевой селитры оформляем дано задачки третья задача нам известна масса селитры она составляет 400 грамм известно что при прокаливании этой селитры выделился кислород объемом 33,6 литра будем искать массовую долю примесей в составе этого технического вещества то есть вещество которое априори содержит примеси составляем уравнение химической реакции для этой цели берем натриевую селитру основным компонентом данного вещества является нитрат натрия натрий и внутри прописываем нитрат натрия разлагается под действием температуры до нитрита натрия и кислорода расставляем коэффициенты здесь можно сориентироваться на следующие показатели кислорода до реакции 3 атома после реакции 4 атома и здесь конечно же это несоответствие позволяет сделать следующий шаг попробуем выровнять количество атомов кислорода до реакции до четного показателя для этой цели используем коэффициент 2 перед нитратом натрия в соответствии с этим коэффициентом видим что изменилось количество и атомов натрия и азота которые можем выровнять посредством коэффициента 2 перед нитритом натрия далее следующий шаг надписываем все что нам известно по условию задачи использовать массу 400 грамм мы сейчас просто с вами не вправе это техническое вещество то есть в составе него помимо нитрата натрия находится еще и определенное количество приметей сколько мы даже не знаем а значит опираться сейчас можно и полагаться только на количество выделившегося кислорода поскольку именно кислород выделяется при разложении нитрата натрия оформляем кислорода выделила здесь 33 целых и соответственно 6 десятых литра из какого количества нитрата натрия это произошло мы сейчас установим масса нитрата натрия далее производим расчеты по химическим формулам количество вещества для нитрата натрия составляет 2 моль малярная масса нитрата натрия сегодня мы с вами уже считали этот показатель составляет 85 грамм поделенная на моль и что касается массы данного вещества нам нужно 2 моль умножить на 85 дважды 8 16 160 да еще плюс десятка получается 170 грамм далее аналогичный расчет проводим для кислорода помни о том что нам известен объем этого вещества значит полагаться будем именно непосредственно на количество и малярный объем количество кислорода составляет 1 моль малярный объем константа 22 целых четыре десятых литр поделенная на моль а значит объем будет составлять 22 целых четыре десятых литра выделяю составляю пропорцию и из этой пропорции находим массу теперь уже чистого нитрата натрия это будет наше первое действие масса натрия но 3 сделайте пометку это чистое вещество которое не содержит никаких примесей она будет равна 170 грамм умножаем на тридцать три целых шесть десятых и делим на двадцать две целых четыре десятых так прописываем 170 умножить на тридцать три и шесть и разделить на 22 и 4 255 грамм получается что в составе вот той исходной селитры чистого вещества содержится только 255 грамм а значит все остальное это что это и есть примеси которые оказались в этом техническом нитрате натрия или так называемой селитре и так второе действие находим массу примеси они будут равны от чистого вещества то есть от 400 вернее не от чистого вещества технического вещества то есть от натриевой селитры 400 грамм мы вычитаем массу чистого вещества 255 грамм разница между этими показателями составляет 145 грамм это и есть масса примесей в составе исходной селитры и так третий шаг находим массовую долю примесей в составе исходной натриевой селитры сделать это легко для этой цели необходимо взять массу примесей и разделить на массу все и натриевой селитры так и запишем селитры как правило массовая доля выражается в процентах поэтому домножим на сотню подставляем значение 145 разделить на 400 и умножить на 100 но тут можно нолики сократить получаем 145 разделить на 4 или 36,25 процента это и есть ответ в поставленном вопросе ну что ж сделаем уже заключительный вывод по этому первому блоку решения задач вы познакомились с разными типовыми задачами которые были направлены на расчет по химическим формулам с использованием химических уравнений которые были направлены на нахождение выхода продукта определение массовой доли примесей задачи на избыток и недостаток все это основные типовые задачи в химической дисциплине вам необходимо научиться использовать элементы этих расчетных задач уже в более сложных постановках вопросов которые могут быть вам заданы при обсуждении последующих тем на сегодня это все всем спасибо до свидания